МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Если не обновление, то вымирание. Как российская оборонка справится с дефицитом молодых кадров? Подробности в рубрике «Актуально». Самолёт вместо учебника. Сергей Лесковский выяснил, где готовят специалистов для авиационной промышленности страны. От скромности не умрут. Смотрите в обзоре мировых новостей, как американцы топили крейсер «Варяг». Одна ракета, один танк. Александр Сафронов посетил ведущее российское предприятие по производству высокоточного оружия. Страшный сон неопытного пилота. В рубрике «Без комментариев» уникальные кадры до заправки боевого самолёта в воздухе. Утечку мозгов почти остановили, но пить шампанское пока рано. Кадровый вопрос стал одним из ключевых на заседании военно-промышленной комиссии России. Как заявил глава ВПК Дмитрий Рогозин, каждый третий работник оборонки не старше 35 лет. Но этого мало. Нужно привлекать больше молодых специалистов. И тут возникают определённые сложности. На данный момент не все предприятия ОПК готовы обеспечить сотрудников достойной зарплатой, а главное – льготным жильём. И эту проблему надо решать в кратчайшие сроки, так как специалисты стареют и уходят на пенсию, а заменить их порой неким. Между тем глава Роскосмоса Владимир Поповкин оценил текучку кадров на предприятиях его отрасли. Так, для специалистов со средним образованием она составляет 20%, с высшим – 10%. Причём чаще всего молодые сотрудники не возвращаются на прежнее место работы после срочной службы в Вооружённых силах. В качестве решения этой проблемы Поповкин предложил создавать специальные накопительные счета, чтобы, вернувшись из армии на предприятие, молодой человек мог получить определённую сумму денег в качестве подъёмных. И до конца этого года на вооружение российской армии может поступить новая межконтинентальная баллистическая ракета «Рубеж». На полигоне «Капустин-Яр» уже прошло 4 испытательных пуска, и все они были признаны удачными. На очереди финальный, после чего будет принято окончательное решение о постановке комплекса на вооружение. «Рубеж» уже назвали «Убийцей ПРО». Предполагается, что она сможет преодолевать даже перспективные системы противоракетной обороны. «Убийцей ПРО» Знаменитые братья «Райд» начали с того, что приделывали крылья к велосипеду. Отец советской космонавтики Сергей Королёв сначала изобретал безмоторные планеры. Так и будущий авиаконструктор начинает с малого. Вот это, например, зародыш ударного беспилотника, а вот это уже готовый вертолёт-разведчик. И всё это не игрушки. Студенты мои сами придумывают новые схемы устройства беспилотников, вешают на них камеры, тепловизоры, а также разрабатывают систему управления. В этих работах очень много уделяется внимания в работе со студентами. Студенты эту тематику очень любят, им это интересно, и как учебный вуз для нас это очень важно. Студент четвёртого курса Никита Васильев спроектировал необычный трёхвинтовой вертолёт. Мало того, что коптер может поднять в воздух, например, камеру, но главное, этот дрон необычайно быстрый и манёвренный, даже пули не так гонит. Были случаи, когда пытались выстроить, специально договаривался, целая обойма, ни одного попадания. Все эти беспилотники – потенциальное оружие. Немного финансирования и военно-промышленный комплекс получат готовых роботов-шпионов или роботов-солдатов. Постепенно мы достраиваем эти технологии до уровня требований военных. Пока студенты тренируются на малых беспилотниках, доктора и доценты в собственном конструкторском бюро МАИ создали большой вертолёт-разведчик, который уже приняли на вооружение в ФСБ России. Он называется «Ворон» и несёт серьёзное разведывательное оборудование. Оператор может выделить этот объект в виде зоны интереса и произвести с высокого разрешения съёмку. И в течение двух-трёх секунд передать съёмку в высокое разрешение уже дальше на командные пункты, где будет происходить расшифровка на большом экране больших форматов, где будет детализация, вплоть до шнурков, какого цвета шнурки на ботинке. Кроме того, модификации «Ворона» берут на борт до 50 килограммов. Так что кроме камеры на него можно установить автомат, пулемёт, гранатомёт или водяную пушку. Кстати, летает «Ворон» буквально сам по себе. Оператору надо только задать маршрут. Нажимаем на кнопочку «Старт». Значит, запускается двигатель, действует электростартер, запускается двигатель, выходит на режим, вертолёт совершает старт, взлёт и дальше продолжает полёт по задному маршруту. В общем, система на самом деле элементарная и разобраться с ней будет. Элементарная. Человек, который любой эфрит. А вот ещё одна разработка, причём тоже готова к запуску в серийное производство. Малогабаритная, многофункциональная радиолокационная система. Стоит отметить, что РЛС «Раболет» для боевого вертолёта Ка-52 «Аллигатор» разрабатывали те же специалисты МАИ. Так вот, новая превосходит её по всем параметрам. А главное, занимает в разы меньше места. Её можно поставить не только на вертолёт или самолёт, но даже на беспилотник. В разработке этой системы участвовало 90 человек. Из них 60 человек – это профессорско-преподавательский состав Московского авиационного института, аспиранты и студенты. И 25 человек из промышленности. Практики и теоретики, они совместили свои знания и вместо пяти лет создали эту систему за два года. «Будущее за беспилотниками» говорят на кафедре информатики. Однако их коллеги с кафедры динамики и управления летательными аппаратами считают, что роботы никогда не заменят человека. И поэтому создали собственный комплекс для подготовки пилотов. Этот тренажер может имитировать любой самолет или даже космический корабль. А 3D-система помогает летчикам точнее рассчитывать расстояние до цели. Плоская двухмерная картинка на это не способна. Это тоже своего рода беспилотники, только летают они в космосе. Такие небольшие спутники студенты сами проектируют, собирают и испытывают, а после еще управляют ими в собственном центре управления полетами. На данный момент своих спутников у «МАИ» нет. Те, которые были, уже вышли из строя. Но это не значит, что космическая программа стоит на месте. Научные сотрудники и студенты института разрабатывают роботов, которые смогут автономно трудиться на других планетах. Специальный алгоритм, который позволит машинам общаться друг с другом и выполнять общую для всех задачу без участия человека, уже готов. В группе выбирается некий как бы прораб, некий робот, который будет раздавать команды и контролировать выполнение этих команд. Остальные роботы в соответствии со своей функциональной нагрузкой эти команды выполняют. Исследования ведутся во многих областях. Разрабатываются новые плазменные двигатели, авиационное вооружение, космические спутники. Мои можно назвать кузницы кадров для отечественного ОПК. На настоящий момент где-то более 20 тысяч необходимых инженеров, более 25 тысяч среднего профессионального образования специалистов и 42 тысячи рабочих. Московский авиационный институт выпускает где-то 1700-1800 человек. Как показывают цифры, необходимость в специалистах есть. Выпускники МАИ и других авиационных институтов могут легко найти работу. Их ждут сотни оборонных предприятий по всей России. Вот только после получения диплома молодые инженеры уходят работать в другие области или даже в другие страны. Большинство из этих ребят готовы идти работать по специальности, но по статистике не более 60% пойдут на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Дело в том, что пока не все заводы и КБ могут предложить достойную зарплату и социальный пакет. 38 миллиардов долларов. Такова общая стоимость вооружения, которое Россия планирует продать за рубеж в обозримом будущем. Значительная часть этой суммы, почти 6 миллиардов, приходится на вертолеты. Как стало известно московской выставке «Хеллераша», только в этом году винтокрылых машин продадут на 2,6 миллиарда. Для сравнения, в 2012 году объем поставок оказался куда скромнее, на целый миллиард меньше. Кстати, рынок вертолетов называют одним из самых динамично развивающихся. Эксперты уже успели провести любопытные исследования. За каких-то 12 лет рынок вырос в десятки раз. Если в начале 2000-х Россия продавала около дюжины машин в год, то сейчас это количество выросло до 140 штук. Тем более, что модельный ряд отечественной вертолетной техники пополнился несколькими интересными новинками. Прежде всего, это легкий многоцелевой вертолет Ка-226. Его примерная стоимость около 30 миллионов рублей. И на родине он уже нашел применение в ФСБ, армии, полиции и МЧС. На сегодняшний день вертолет пытается закрепиться на международном рынке. Как раз сейчас военно-воздушные силы Индии собираются приобрести 197 легких машин. Однако без конкурентов не обошлось. За индийский рынок Камову придется побороться с европейским коллегой АЭС-550 «Феник». Еще один российский новичок достойный внимания многоцелевой вертолет Ка-62. Он пока не прошел финальные летные испытания, а международную сертификацию вообще получит только через год. Но уже сейчас бразильская авиакомпания заказала семь таких машин. Смотрите далее. От скромности не умрут. Смотрите в обзоре мировых новостей, как американцы топили крейсер «Варяг». Одна ракета, один танк. Александр Сафронов посетил ведущее российское предприятие по производству высокоточного оружия. Страшный сон неопытного пилота. В рубрике «Без комментариев» уникальные кадры до заправки боевого самолета в воздухе. В США прошли успешные испытания необычного летательного аппарата «Аэроскрафт». Это помесь самолета, вертолета и дирижабля. Обошелся Пентагону он недешево в 35 миллиардов долларов. Однако и финансовые выгоды гибрид сулит немалые. Как утверждают создатели, топливо он потребляет втрое меньше обычных самолетов и ему не нужны аэродромы, так как «Аэроскрафт» садится и поднимается в воздух вертикально. Американские инженеры уверены, их новейшая противокорабельная ракета без труда справится даже с флагманами российского флота, вроде «Варяга» или «Москвы». Судя по анимационному видеоролику, который распространила компания «Локхит Мартин», несколько перспективных крылатых ракет атакуют корабль, очень похожий на российский крейсер проекта «Атлант». Их не видят ни зенитно-ракетный комплекс С-300Ф, ни АСА-М, которые должны стоять на Москве и «Варяге». И только в самый последний момент угрозу замечает ракету, но почему-то мажут. В итоге флагман гибнет. Способна ли новая американская ракета на такие подвиги в реальной жизни, сказать сложно. А канадцы похвастались своим новым беспилотником. Как утверждают разработчики, их «Скайрейнджер» проявляет фантастическую устойчивость. Он может летать при достаточно сильном ветре до 18 метров в секунду и даже выдерживает порывы до 25 метров. А это уже практически шторм. Еще одним плюсом нового робота называют надежность. Он работает в жару до 50 градусов и в мороз до минус 30. Создатели считают, что необычные способности пригодятся «Скайрейнджеру» в борьбе с морскими пиратами. «Скайрейнджер» Боевая машина десанта, боевая машина пехоты, зенитный мобильный комплекс, панцирь – все эти произведения русских оружейников объединяют одно. Они сделаны здесь, в Туле. Конструкторское бюро приборостроения. За этим миролюбивым названием скрывается одно из крупнейших оборонных предприятий России. Здесь работают сразу по шести направлениям и одно из приоритетных – системы ПВО. В ходе конфликтов, последних конфликтов, намечается яркая тенденция к увеличению использования высокоточного оружия. С 7% в Югославии в начале 90-х до 95% в ходе последнего ливийского конфликта. Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С-1» – последняя разработка КБП. Это система ближнего радиуса действия около 20 километров, и она призвана бороться с небольшими целями вроде крылатых ракет и беспилотников. Мы находимся в кабине комплекса «Панцирь». О его особенностях поговорим с главным конструктором по направлению ПВО Валерием Георгиевичем. Валерий Георгиевич, в чем особенность машины? На каждой машине у нас 12 ракет. И есть боекомплект это пушечное вооружение 1400. Вот этим боекомплектом можно более 20 целей значит поразить. Роль «Панцирь» в российской армии – телохранитель для более мощных, более дальнобойных систем С-400. Конечно, при необходимости «Триумф» и сам отобьется от любого воздушного противника, но тратить его ракету на дешевый беспилотный летательный аппарат – расточительство. «Панцирь» куда экономичнее. Плюс на ходу 400-ка беззащитна, ей надо около пяти минут для подготовки к стрельбе, в то время как С-1 может вести огонь прямо с колес. Цех сборки – прицел приборов на ведение оптических электронных систем. Именно здесь оружие конструкторского бюро обретает свою высокую точность. Большое количество уникального испытательного оборудования, стендово-оборудование разработанное как нашими специалистами, изготовленным в нашем производстве, так и полученным по кооперации. Именно благодаря системе наведения «Панцирь» получил редкую возможность – стрелять на ходу. Ухабы и канавы работе радаров зенитно-ракетного комплекса и так не мешают, а оптико-электронный прицел стабилизирован не хуже танковой пушки и не упустит цель даже при сильной тряске. На стенде система наведения комплекса «Панцирь». Николай Николаевич, как ее испытывает? Это оптико-электронная система, и испытывается она с помощью двухстепенного стенда-катча, который имитирует возмущение со стороны носителя по двум координатам, меняя амплитуду колебаний и частоту колебаний. Однако не панцирем единым живет Тульское КБ. Не меньшей популярностью на оружейном рынке пользуется боевой модуль «Бахча». Все-таки немногим инженерам в мире удалось упаковать в башню боевой машины пехоты столько оружия. И не только БМП. «Бахча» помещается даже на БТР и боевой машине десанта. Яркий тому пример новейшая БМД-4М. Оружейный модуль имеет стандартную 30-ти миллиметровую пушку для борьбы с пехотой и легкой техникой. Плюс орудие калибром 100 миллиметров. А это уже весомый аргумент в борьбе с тяжелыми бронемашинами. Особенно если учесть, что через него можно запускать противотанковые ракеты. Это впервые в практике международной, когда в месяц автоматическую пушку устанавливается еще орудие, которое является представителем артиллерии. И на борту боевой машины десанта есть своя собственная артиллерия. Тульских оружейников вообще можно назвать мастерами превращения чего-то небольшого и не очень опасного в смертельное оружие. Взять, к примеру, автомобиль «Тигр». Он хоть и называется бронемашиной, но даже для БМП на один зуб. Однако в КБП разработали новую боевую модификацию «Тигра». С виду он ничем не отличается от обычного армейского внедорожника. Однако всего за 7 секунд из люков на крыше машины поднимутся сразу две пусковые установки «Корнет», каждые по 4 ракеты. Управляет всем вооружением всего один солдат. Причем как изнутри машины, так и дистанционно, на расстоянии до 50 метров. Работала по воздушным целям. И в составе ПВОшных средств проходила войсковые испытания. И, в общем, получила высокую оценку. Правда, в военных конфликтах «Корнет» в роли системы ПВО пока не использовали. Но вот как противотанковая ракета он себя уже проявил. Только по официальным данным российский противотанковый ракетный комплекс полностью уничтожил три танка «Меркава». А это одна из самых защищенных боевых машин в мире. Мы прорабатываем с Министерством обороны долгосрочные контракты до 2020 года. И поставляем, будем поставлять современные вооружения, востребованные для защиты безопасности нашей страны. В современном мире без высокоточного оружия не обходится ни один военный конфликт. Оно установлено на кораблях, боевых машинах, и даже пехота не обходится без управляемых ракет. Поэтому продукцию Тульского конструкторского бюро прибора строения можно увидеть не только в каждом подразделении российской армии, но и в вооруженных силах десятков стран мира. Это школа, это традиции. На них должны быть основаны серьезные, большие и крупные производства на цельное будущее. Пускай в санштангу. Смотри комплексный индикатор самолета в средстве. Работу закончили пары Су-61. Спасибо огромное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова